МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мониторинг редких животных является одной из главных составляющих научных исследований любого заповедника России. И наш Богдинско-Боскунчакский в этом не исключение. Сегодня у нас в студии заместитель директора Богдинско-Боскунчакского заповедника по научной работе Пирогов Николай Григорьевич. И говорить мы будем о сайгаках, численность которых в последнее время на территории Богдинско-Боскунчакского заповедника можно назвать уже значительной. Николай Григорьевич, старожилы нашего района очень хорошо помнят, когда стада сайгаков были очень многочисленными. Потом, по каким-то причинам, а по каким, понятно, это истребление сайгака, численность животных сократилась до минимума. Уже практически думали, что он и не восстановится. И вот я знаю, что вы мониторили этих животных. Расскажите, пожалуйста, как это происходило и что вообще с этим видом животных сейчас происходит? Да, действительно, когда-то и не только по словам старожилов, но и в научной литературе есть указания, что в районе озера Боскунчак на его берегах, еще до создания, конечно, заповедника, ходили огромные стада, которые насчитывали, как утверждают специалисты, до 50 тысяч голов. То есть это достаточно огромная такая микропопуляция. А вот старожилы как раз и говорят, когда они находились на горе Большой Багдо, это просто было, когда сайгаки шли, такое количество сайгаков шло, то это просто было как море и волны были, так как это стадо огибало все рельефы, поэтому и ощущение, как будто идет волна. Да, действительно, численность его была достаточно велика, и в основном это 70-е, 50-е годы прошлого столетия. Но начало 90-х годов, вот, кстати, последняя, как бы, скажем так, последняя информация о таких огромных стадах, она как раз и была в 1992 году. И вот с 92-го года прошлого столетия, конечно же, численность начала постепенно убывать. Ну, здесь понятны причины, это социально-экономические трудности, это ломка всего государства, поэтому, конечно же, бракомерство начало процветать. Оно процветало до такой степени, что когда уже создали заповедник, сайгак начал встречаться буквально единичными особами и небольшими группами от 5 до 15 голов. Он держался в основном, действительно, в течение всего года, но численность была, действительно, катастрофически низкая. И в последнее время, как раз 2020 год, нас обрадовал. К нам пришли сайгаки. А о количестве можно вот конкретно говорить, сколько долларов? Да, да, вот я подхожу к этой теме как раз, да, действительно. Еще, когда я начинал работать в 2017-2018 году, численность была незначительная, очень-очень маленькая. Мы оценивали буквально 70-50 голов, и то в течение года. А вот 2020 год как раз показал, что сайгак к нам пришел в большом количестве, и мы насчитали более тысячи голов. Если быть точным, там до полутора тысяч доходила численность. Вот. Но все-таки то, что вот маленькая территория заповедника, конечно, сайгака кормят многие, это понятно. И биология этого животного устроена так, что он на месте не стоит. Ну, правильно. Сайгака нет границ. Где-то у нас осталось, где Россия. Тем более нет, да, тем более государственные границы. Вот. Поэтому сайгаки зашли и ушли. В день это животное может проходить до 100-150 километров, и для него это как бы не проблема. Вот. Поэтому в том году к нам зашло стадо, и, в общем-то, мы, якобы в предыдущих передачах, мы говорили о биотехнических мероприятиях, которые мы принимали. Мы устанавливали поилки искусственные, потому что лето было очень жарким. И вот мне недавно специалисты подтвердили наши предположения, почему он пришел в таком количестве, потому что многие естественные водоемы в Казахстане пересохли. И он, естественно, в поисках воды, а с Волги тянет запах воды, и он, естественно, пришел на этот запах. В том числе и Богдинское Баскучакское заповедение. В этом году мы тоже наблюдаем Сайгака, причем мы начали сразу мониторить и 3-го января, 9-го января, 14-го января. Мы уезжали и аккуратненько подсчитывали наши поголовья. Я уже говорю, наши поголовья. Вот. Сначала поголовье было небольшое, до 500 голов. Потом 14-го января мы насчитали уже более тысячи голов. Вот. Ну, а сейчас немножко численность уменьшилась. Но это связано с тем, что Сайгак действительно немножко откочевал. Мигрирует. Да, он мигрирует. Поэтому, конечно же, мы не можем, как в Черных землях, у которых там более 120 тысяч гектар, удержать. И они там и заборы делают в родильные дома, где происходит окон Сайгаков. Мы такого себе позволить не можем. Территория у нас небольшая. Поэтому, конечно же, мы его удержать не сможем. И мы не ставим такой цели удержать его. Хотя, конечно, поилки устанавливаем. Все. Сейчас будем решать, наверное, все-таки вопрос о регулировании численности волка. Потому что волка действительно много. Это естественный враг Сайгака. Это естественный враг. Но в заповедной системе, в принципе, если действительно мы видим, что волк наносит непоправимый ущерб, то здесь, конечно, включаются механизмы мероприятия именно по сокращению численности. Не по уничтожению хищника, а по сокращению численности. Для того, чтобы хоть как-то сбалансировать соотношение волк-жертва. В данном случае волк Сайгак. Поэтому, возможно, мы будем решать еще и этот вопрос. Потому что, действительно, волки у нас очень хорошо живут. Вольготно. Вольготно живут. И их численность немножко начинает нас настораживать. Поэтому, но это как уже решат вышестоящие инстанции. Дадут нам разрешение на отстрел локолов. Они не дадут. Это уже второй вопрос. Но, тем не менее, этот вопрос, наверное, все-таки уже назрел, и мы будем его поднимать. Сайгак, конечно, пришел-ушел, и он будет к нам заходить. И мы все-таки надеемся, надеемся, что Сайгака мы увидим и в марте, и в апреле, и в марте, и в мае. А как раз в этот период происходит окот Сайгака. Поэтому, если эти животные задержатся на территории заповедника, и санки принесут приплод, то это будет замечательно. Потому что будет работать ген возврата домой, так называемое понятие хоминга, то есть возврат домой животного. Поэтому молодняк, конечно же, будет тянуться в родные пенаты, где он родился, и мы думаем, что та микропопуляция, которая сейчас у нас ходит по заповеднику, все-таки она будет чаще приходить к нам, а может быть, даже часть животных будет задерживаться в течение всего года. — Вот волки — это естественный враг Сайгака. А что касается браконьеров, нет ли опасений, что они встрепенутся? Раз Сайгак появился, можно охотиться? — Да, к сожалению, браконьерство неистребимо, скажем так. В любые годы, и в хорошие годы, и в плохие годы, оно неистребимо. Достаточно сказать, что в плохие годы, например, численная Сайгака в Казахстане с 2 миллионов упала до 20 тысяч. Это браконьерство. — Ну, это прямо... — Это браконьерство. — Слишком круто. — Это слишком круто, да, но это факт. Это факт. Кроме того, вот имеется информация, она опубликована в журналах в 2019 году в Казахстане. Ну, и опять же, Казахстан. Казахстан — соседи наши. Вот. В Казахстане была раскрыта преступная группа, которая уничтожила до 3 тысяч самцов Сайгака из-за рогов. — Ценные рога? — Да. К сожалению, спрос существует на рога. Для восточной медицины, естественно, канал идет на Китай. Вот. Хотя никто не знает, а что ж в рогах содержится, действительно ли они ценны. Никто не знает. — Спрос есть. — Химлаборатории эти не проводились. Но, тем не менее, пока есть спрос, будет избыт. — Ну, это как бивни слона? — Да, это немножко как Африка. — Рога носорога и все остальное. — Да. Поэтому... Но хочу акцентировать особое внимание, что Сайгак у нас в Красной книге Астраханской области с 2018 года, а с 2020 года он в Красной книге Российской Федерации. — Краснокнижное животное. — Да, да. Мало того, что он в региональной Красной книге, он уже становится в федеральной Красной книге. — Естественно, отсюда уже другие механизмы, юридические механизмы, то есть определенные штрафные санкции, уголовные и так далее. — Кроме того, наказуема и перевозка дериватов этого животного. Дериваты — это рога. Изготовленная голова с рогами на стенку. Вот охотники любят такие трофеи. — Да, есть любители. — Это называется дериваты. А Сайгак находится в списке конвенции СИТОС, это международная конвенция по торговле дикими животными и дериватами. И в этом списке находится Сайгак. Поэтому я хочу телезрителей предостеречь, если вы едете по степи, находите совершенно случайно череп Сайгака с рогами, ложите его себе в машину, вас останавливают в ГИБДД, то здесь уже будет вам статья. Неважно, нашли вы, или вам кто-то подарил, или вы каким-то образом там еще его достали. — Опасный сувенир. — Опасный. Это очень опасный сувенир, да, действительно. Поэтому здесь, конечно, закон будет не на вашей стороне. И что бы вы там в оправдании не говорили, вы везете дериват животного, которое в списке СИТОС. — Краснокнижного животного. — Тем более краснокнижный вид, да. — Ну, что происходит на территории Казахстана, вы отследить никак не можете. Браконьеры ли там, или что там происходит. Вы отвечаете за свою территорию, территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника. А скажите, вот вообще реально, чтобы браконьеры на территории заповедника что-то там делали? — В принципе, нет абсолютно защищенных заповедников по России. — Это же не крепость. — Да. Как бы заповедники ни старались, но все равно факты браконьерства бывают. Рядом с заповедником находятся поселки. Верхний Баскунчак, низний Баскунчак. Естественно, там живут люди. Естественно, там есть охотники. — Которые очень хорошо знают эти места. — Очень хорошо, да, знают эти места. Режим охраны заповедника построен так, что, в принципе, именно фактор браконьерства сведен к минимуму. То есть там осуществляется охрана. В летний период там вообще круглосуточная охрана. Поэтому единственное, что настораживает, это пожары. Пожары, да, пожары тоже выгоняют Сайгака. Но, коль мы говорим о браконьерстве, то, конечно, режим охраны летом у нас круглосуточный. Ну, зимой выезжаем. Тоже выезжаем, смотрим. Ну, сейчас вот выпал снег. И, в принципе, он как книга. То есть можно проследить, были въезды на территорию заповедника или нет. — Еще о врагах Сайгака. Это, значит, волк, пожары, которые выгоняют с территории, браконьеры. Еще есть что-то? Но наводнений у нас не наблюдается. — Нет, нет, конечно. В данном случае у нас только волк является естественным, вот самым таким страшным для Сайгака хищником – это волк. Больше, в общем-то, нет. Лисицы, они… Единственное, могут быть врагами лисицы, там, и корсак, допустим, степная лисица или шакалы. Это когда самка приносит малыша. Здесь, да, если им удастся утащить его, отбить его от самки, то, конечно, и шакалы, и лисица могут. Но таких фактов, в общем-то, мы не наблюдаем. Ну, и по литературе мне неизвестно. Вы же мониторите не только Сайгаков, но и все виды, которые встречаются на степной территории. Прирост, кроме волков, каких-нибудь животных еще есть? Вот по группе хищных животных именно, то, в принципе, у нас, как бы, кроме волка, у нас динамика с остальными более-менее нормальная. То есть, нету всплесков численности лисицы, там, допустим, или шакалы. Ну, любое хищное животное, оно прирост получается, когда есть чем питаться. Конечно, конечно, да. Но волк здесь все-таки, это как лев в Африке, это глава всему. И вот летом, в прошлом году, мы находили мертвых лисиц, которые, в принципе, порвали волки. То есть, более крупный хищник, он всегда будет преднамеренно, непреднамеренно, но сдерживать. Но если нет никого вкуснее, то, получается, и лисицу разорвут? Нет, я думаю, что просто лисица попала не в нужное время. Кстати, говорят, что мясо у лисицы-то не съедобное, не все. Нет, волк ее и не трогает даже. Но убить он убьет, потому что это потенциальный конкурент на добычу. Поэтому волки убивают лисиц при случае. Поэтому здесь идет как бы сдерживание численности более мощным хищникам, скажем так, более сильным, более мелкого. Поэтому мелкие хищники, они, конечно, стараются не попадаться на глаза более крупному хищнику. Ну, все как у людей. Да, ну, природа разумна, она и нас так же сотворила. Что значит мониторить? Это видеоловушки или как посчитать тех же сайгаков? Ну, способы мониторинга, они достаточно разнообразны. Это, прежде всего, учетные работы на постоянных и временных маршрутах, как орнитологических, так и теориологических, то есть птицы, животного. Это визуальные наблюдения во время, допустим, патрулирования инспекторской машины. То есть инспектора нам тоже дают информацию о встречах волка, там, сайгака и других животных. Фотоловушки, да, это технический метод мониторинга. Но он не дает, конечно, не раскрывает именно численность, количество животного, но он дает нам возможность увидеть, что животное все-таки есть в этой ситуации, встречается это животное. Вот если оно исчезает, вот это уже нас настораживает. Почему же все-таки нет его? И, допустим, он уже начинает отсутствовать на снимках фотоловушки на протяжении длительного периода, это, конечно, настораживает. Кроме того, мониторинг мы еще осуществляем. Вот мы недавно приобрели и коптер, и будем использовать его по учету сайгаков. Ну, сайгак очень боязливое животное, поэтому как только шум коптера, они сразу убегают. Вот. Но в основном это вот маршрутные учеты, визуальные наблюдения, вот, фотоловушка использования. И, кроме того, есть мониторинг, допустим, кратковременный. Вот выехали на территорию, промониторили, сосканировали, скажем так, все видовое разнообразие. Записали все, ввели в базу данных и все. А вот через 3-5 лет мы смотрим динамику этого мониторинга, то есть динамику этого животного. Растет численность, падает численность, как он распределяется по территории заповедника. Вот вы говорите, что в 1992 году были стада по 50 тысяч голов. Вот, чтобы возобновить, чтобы восстановить стадо до такой численности, это сколько времени должно пройти? Сайгак, к сожалению, подвержен эпизоотии. В принципе, это естественный механизм регуляции численности животного, массового животного, который установила природа. Если животное переходит определенную границу численности, здесь срабатывает механизм эпизоотии. Эпизоотия выкашивает часть популяции, а здоровая, более здоровая, уходит. Численность у нас не такая колоссальная, как, допустим, в черных землях. Вот, кстати, заповедник в черные земли, они рискуют, создавая такие, хотя, конечно, они... Благоприятные условия для снега. У них очень благоприятные условия. Каждый год они постоянно говорят, что у нас растет, 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 растет поголовье сайгака. Но это немножко настораживает, потому что численность может дойти до критического состояния, а потом директора позовут в Москву, и у вас пойдешь. То есть здесь необходимо очень осторожно чувствовать эту грань. И, кроме того, конечно, мониторить еще и численность хищников, волка. Ни в коем случае... Они включали механизмы отстрела волка. Вот было у них такое. Все-таки вмешательство человека не остается без последствий. Да, конечно, конечно, да. Поэтому человеку здесь надо очень осторожно подходить к вопросу регулирования численности, особенно редких видов, даже вот такого, как сайгак. И, кстати, он очень быстро восстанавливается после эпизоотий, ну и после массовых браконьеров, допустим. Ну, браконьеры такое, они выбивают все-таки самцов. Вот. Опять из-за рогов. Опять из-за рогов, да. А самец, он формирует гарем. Гарем. То есть, если вы выбьете самца, то, в принципе, 10-15 самок не принесут потомство. Вот. Поэтому вот самое страшное – это самцы, если выбивается из стада самцы. Создавать такие условия, искусственные условия, и где поддерживать именно вот соотношение самцов к самок, то, в принципе, тогда человек, может быть, научится регулировать этот вид именно для того, чтобы действительно не происходили какие-то аномальные явления в виде вспышек эпизоотий. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки природа мудрее человека. В том плане, что вот сайгак, его же не зря называют степным, да. Он же не уйдет в другой ареал обитания, где много воды, много травы, а именно остается на той территории, которую ему определила природа. Нет, сайгак, конечно, это степная антилопа. И даже природа сделала внешний вид сайгака с необычным таким полухоботом, да, носовые каналы. То есть, природа так потрудилась над этим видом, что, в общем-то, он достаточно адаптирован и приспособлен к степным условиям, а именно жара и морозы, и вот это вот строение, причудливое, скажем так, строение носа, как раз и говорит о том, что... Он и жару нашу хорошо переносит, и ветра, и холода. Жару для того, при вдыхании раскаленного воздуха и прохода через носовые трубы, там воздух немножко охлаждается, и в легкие не поступает раскаленный воздух. А зимой происходит обратно, через носовые трубы как раз происходит обогрев воздуха, и легкие не заслужаются. Ну, кроме того, еще, когда бежит стадо, там, несколько тысяч голов, пыль, получается, что еще и носовые трубы выполняют фильтрационную функцию. Мы сейчас живем с надеждой, что сайгак у нас закрепится, и будет встречаться уже в круглый год у нас, и, в общем-то, мы будем следить дальше, как будет развиваться ситуация с этим видом. Ну, мы желаем вам успехов, вашим очень нужным, не только для нашего района, нашей области, для всей России, наверное, даже для всего мира. Удачи вам в вашей работе и понимания со стороны всех остальных граждан. Спасибо за ваш рассказ. Будет еще что-то интересное и новое. Приходите. Хорошо. Вам, уважаемые телезрители, спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!